Безопасность для житой горы становится одним из важных вопросов. После трагического случая с детьми на городском озере, здесь намерены принять меры. На следующий год мы разрабатываем сейчас небольшую смету, сколько это нам обойдется. Мы хотим прямо возле озера, на центральном сквере, поставить пункт полиции, станциональный, чтобы там постоянно находились служащие полиции, который должен быть прозрачным. Для безопасности жителей на улицах города продолжат и установку камер наблюдения. До конца года в житой горе их появится 73. Вместе с тем, внимание уделят и другим проблемам, на этот раз связанным с комфортом горожан. Речь идет о газификации. Смета на нее для старой части города была готова еще два года назад. Не было только финансирования. Надежды, что оно появится в следующем году, остаются, но теперь об этом заявляют более уверенно. А вот то, о чем известно уже точно, так это строительство объектов, которые будут важны для всего региона. В следующем году уже начнется строительство на Западно-Хазарецкой площади завода по выщелачиванию и излечению золота. Это создание порядка 300 дополнительных рабочих мест. Уже нашли инвестора, то есть инвестор в виде займа в банках второго уровня. Требуется для этих целей 25 миллионов долларов. Уже в 2021 году завод должен начать свою работу. В целом, в этом году добыча золотосодержащей руды в районе увеличилась сразу на миллион тонн. То есть на 52% от обычного добываемого объема. А вот добыча хризатил асбеста снизилась. Крупные проекты ждут и другие отрасли. В частности, сельское хозяйство. Планируют строительство откормочной площадки на 10 тысяч голов КРС единовременного содержания. С обеспечением собственной кормовой базы, сочными кормами, люцерна и чмень. Реализация проекта запланирована трехлетний период с выходом на проектную мощность в 2025 году. Если проект реализуют, он даст 30 новых рабочих мест. Но чтобы это осуществить и построить площадку, нужна помощь от государства. 339 миллионов тенге. Они пойдут на подведение водоснабжения к полевым участкам. Окончательное решение по реализации откормочной площадки примут в следующем году. Виктор Ваташко, Наталья Басмурзина, РТН